Поменялись местами. 6 сентября утром на улице Грибоедова столкнулись Ладо Гранте и Кеа Спортвич. Отечественная легковушка на высокой скорости протаранила паркетник, который поворачивал с главной дороги во дворы на Есенино. Два человека, находившиеся в Ладе, попытались поменяться местами. Женщина взяла ответственность за аварию на себя, а ее муж пошел домой за документами. С таким положением дел не согласилась девушка, управляющая Кеа. Она заявила полицейским, что за рулем был мужчина, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Он в конце концов признался, что сам допустил аварию, однако от медицинского освидетельствования на момент присутствия на месте ДТП съемочной группы отказался. В этой аварии пострадавших нет. Ваш муж был за рулем. Не надо трястись, истерик мне таких устраивает. Ладно? Я не хочу трястись, я истерик, мне устраивает. У меня тоже по коленке перехотел, но я не могу себя в руках. Дух по рулем в башню. Приезжала Росбарди, я все видела, сзади вас лепала. Не надо мне сейчас рассказывать. Он пошел за правами. Она подошла ко мне, попросила сказать, можно сказать, что я была за рулем. Я говорю, нет. Мужчина пьяный сидит за рулем. Зачем мне его покрывать? Зачем мне сейчас обманывать? Мне какая разница, кто был за рулем, правильно? В еще одном ДТП в Сургуте на перекрестке улицы Университетская и проспекта Ленина столкнулись ВАЗ и Фольксваген Пола. По словам водителя отечественной легковушки, он ехал за автомобилем «Газель» и не увидел встречную иномарку, который должен был уступить право проезду. Произошло столкновение. Водители транспортных средств думали над тем, обратиться ли за медицинской помощью. Они получили травмы головы в результате удара. Оттуда поворачивали, прямо поехал «Газель». А я повернул налево. А я эту машину не видел. Не знаю, «Газель» поехал прямо, а я поворачиваю налево. И вот удар получился. Я даже не видел его, откуда он появился, эта машина.